Господа, хотел рассказать вам про сервис для приема онлайн-платежей. Называется он Тинькофф Оплата. Да, с этим сервисом вы можете принимать деньги через сайт, мобильные приложения, социальные сети и даже мессенджеры. Поддерживаются все самые популярные способы оплаты. Возможно, работа с российскими и иностранными картами. Apple и Google Pay. И, естественно, возможны автоплатежи и сохранение карт. На самом деле, в Тинькофф можно подключить не только классический интернет-эквайринг. Также Оплата разработала отраслевые решения с учетом тонкости и работы разного бизнеса для маркетплейсов, туроператоров, ЖКХ, МФО, брокеров, ломбардов и других. А для крупного бизнеса Тинькофф предлагает собственные уникальные разработки для решения индивидуальных потребностей. При этом ваш счет может быть открыт абсолютно в любом банке. На сегодня сервис входит в топ-5 крупнейших экваеров России. Более 200 тысяч предпринимателей прямо сейчас пользуются Тинькофф Оплатой. Причем среди них есть крупные как российские, так и международные компании. Сервис развивается при поддержке Mastercard. Так что прямо сейчас переходите по ссылочкам в описании, ознакомьтесь подробнее с продуктом и оставляйте заявку. Господа, здравствуйте! То самое видео, которого многие из вас давно ждали, а многие говорили наоборот, оставь его уже. Тем не менее, сегодня, впервые в истории наших кросс-тестов настолько мощный, настолько люксовый и настолько безопасный автомобиль. Якобы. По заводу. Типа. Но тем не менее, из всего, что мы тестировали, это действительно верх инженерии. Это же все-таки Porsche. И понятно, что Cayenne это уже продукт маркетинга. То есть это уже не столько Porsche, сколько Volkswagen. Тем не менее, по безопасности. Здесь впервые в истории наших тестов. Есть боковые шторки, брусья в дверях. Огромная, сейчас закрыта, короче, вот такой толщины центральная стойка. И по идее, все должно невероятно сработать на столб. Масса 2400 килограмм. И именно для этого нам пришлось даже удлинить рельсы. Они теперь на 15 метров длиннее. Это сделано для того, чтобы расчетная скорость все-таки могла быть достигнута, поскольку легкую машину до 60 разогнать легче, чем тяжелую до 60. Поэтому нас интересует сегодня именно эта скорость. Восстановленные подушки безопасности. Попробуем посмотреть, стрельнут они или нет. И поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Основная сложность сегодня это то, что нет зацепа хронически. То есть вот попробовали пошлифовать, что мы видим, что здесь у нас лужа, причем такая глубокая. То есть здесь лед. И у нас самая тяжелая за всю историю испытаний машина. Две 300, там, две 400. И хотя рельсы и стали длиннее, но того ускорения не будет, того зацепа не будет, что был раньше. И будет очень обидно, если КМ-столб прилетит на скорости, ну, типа 40, понимаете, там. Или нет, скорее, знаешь, там, типа 52. То есть, ну, вот нам хотелось бы, прям, чтобы за 60 перевалило. Или там 55, там 57, там, вот такая вот. Это было бы круто. Но это огромный вопрос. Потому что самая тяжелая машина и самый плохой зацеп. Нервы всегда. Почему всегда нервы? Нельзя никогда приехать нормально, жить и бахнуть, а? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подушка стрельнула, естественно, только шторка Потому что фронтального удара не было Хотя руль вон как Руль вот так разворотила Смотрите Но тем не менее, видите, подушка сработала И до сих пор надутая держится То есть голова у пассажира И у пассажиров других Будет на месте Двери... Все... Но скорость была неплохая Все-таки, мне кажется Но и подушка стрельнула, ребята Это лайк Вот это Сергей Вот он ставил подушки С ним мы видели заставку в первой серии Ну вот, соответственно, это Автоэлектрик Питер Мега Вот такое название, да Но тем не менее, ребята вот восстановили В прошлой серии вы видели эти подушки Перепрошивали блок И подушки стрельнули Все в порядке То есть, в принципе, огонь Как ожидалось, Каен Ну, не боль Не боль Вообще не боль То есть, прямо, да Понятно, что столб Все очень печально Но он выглядит прямо перчик Как я и предполагал С Каеном все в абсолютном порядке Мы его стянем, он поедет Если только, знаешь, какой-нибудь Перепатрон на плюсовой клемме не лопнул И он, наверное, не заведется Вот эта немецкая Вот эта капризная техника, да Ярик Я хотел тебе подарить Обшивку С косой От твоего Каена Счастливый обладатель Порше Каена Уже второго Да Каенов много не бывает Тоже за 60, кстати Но в другом состоянии Люк Люк целый, но его сместило Да, люк целый Ярик, смотри Вот он Все в порядке Я его тоже могу тебе отдать сейчас, да Нам бы, может быть, нож или что-то Подушку срезать Ну смотри Тут все разломало, конечно Нет, отстрелило, наверное, перепатрон Надо заводить Не-не-не, зажигания нет Все Причем Спидометр замер Вольтметр замер Все приборы замерли На скорости удара Какая скорость? Ну, типа 10 Ты ты гаишникам рассказываешь Да у меня кейс Нет, температура двигателя даже замерла Все ровно как вот при ударе Тахометр на холостых висит, понимаешь? То есть приборы фиксируют скорость У нас вольтметр 14 вольт показывает То есть прям Как вот это вот кинематографично все Слушай, но как и предполагалось Как и предполагалось На самом деле Каен очень жесткий Потому что если мы сейчас Вот это попытаемся снять Это же пластик, по идее, да? Нет, это железка Нет, пластик, пластик, пластик Короче, там брус должен быть в двери О, кстати, моторчик стеклоподъемника Porsche оригинал Он супер жесткий Причем видно, насколько работает клетка, да? То есть в столбе вмяло Даже секцию с задними пассажирами Все, она уже невредима Она целая Там ничего не повело Это кресло уехало в тоннель А правое кресло стоит ровно там, где и должно быть Кресло пассажира не двинулось То есть он деформируется Не весь кузов бананом А только та часть, в которую прилетает удар А остальная часть кузова старается до последнего геометрию держать Закономерно Очень похоже было с Solaris То есть дело не в цене автомобиля даже по сей день получается А в том, насколько он сертифицирован И через это, насколько он спроектирован заранее для ударов То есть если в машине есть зоны деформации Если машина считалась, если она современная Она работает одинаково Что Solaris, что Cayenne Такие выводы, ребята Некролакшери за 300 лучше, чем новый бюджетный автомобиль В плане безопасности Обязательно нужно сделать срочную ставку Господа, ребята из Escrue передают Что они не занимаются перегоном Cayenne И все-таки вам Cayenne за 60 пригнать, наверное, не смогут Но если вы хотите Cayenne подороже, как знать, на всякий случай Все равно можете написать им в аккаунт Но это важно Короче, если вкратце, мы не знаем, как купить Cayenne за 65 Но мы знаем, как купить дешевле Супротек Апрахим Раз уж мы собрались Потому что сейчас в компании Супротек Апрахим Действует новогодняя акция По сумасшедшим скидкам до 20% на всю продукцию То есть можно купить дешево очень Супротек и Супротек Апрахим Ссылки, естественно, на эту акцию будут в описании Длится она до Нового года, господа Это важно Так что проходим по ссылочкам в описании Узнаем подробности Приходим и выкупаем Супротек и Супротек Апрахим По лучшим ценам Супротек Апрахим В прошлые разы многие писали, что мы столб втыкаем в сырую землю И он там мягко прям болтается Смотрите, его не выдрать экскаватором Усилие на ковше более 5 тонн сейчас Наверх на подъем Столб не вытащить Мы специально ставили его заранее Да, смотри, 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 поднимает Видишь, как бы То есть 25 25 тонн А, ну сам, да, вес экскаватора 25 Усилие на гидравлике, ну, короче То есть столб стоит намертво По ГОСТу, ребята Не в сырой земле Он там не болтается, как орган в проруби Нет, он прям намертво И Каен его скосил Каен его скосил просто как нож масла По-моему, сейчас пойдет нас крошить с этой Я говорю, это опасно, надо валить Так, есть, есть, есть Но зажигания нет, 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 нет Джеттер загорелся, даже мафон светился Каен загорелся, да? Каен загорелся даже О, зажигание есть Нет, только чек Зажигания нет, подушка и чек горит Значит, на самом деле, просто очень интересно Ребятам завезти Каен, действительно, попробовать На нем поездить Так получилось, что у него распределительная гребеночка Стоит ровно у левого порога И ее разломало именно от удара То есть это не пера патрон Эту гребеночку они сейчас все соединяют в одно Крокодилами ее соединяет с другой разломанной частью гребенки То есть, проще говоря, силовую косу восстанавливают И есть вероятность, что появится зажигание Будет зажигание, возможно, мотор будет крутить Дальше уж как знать, что получится Если он сейчас заведется Но мы также будем зажиганить на нем только взорванном Вот, это уже будет реально максимально взорванный Каен Ну-ка Зажигание-то есть А стартера нет Ошибка Что-то с ремнем пишет, наверное, случилось Даже не знаю, правильно дворники, нам нужна видимость О, бустануть надо, все, точно По-моему, он даже крутил Ребята Все, все, сейчас бустер дать А, бустер там Удивительно, конечно, посчитанный автомобиль Он прямо молодец Красный на минус, да? Все правильно Соединяй Subaru Прости А где сам Акун-то здесь? Под сидением Под сидением Под водительским сидением Да, вот Господи, как печально Его даже не зажало Смотри, как приуныло Он космически прочный у нас есть каен легко давай до аккумулятор под водительским сиденьем конечно обескураживает если бы он был где-то в другом нормальном месте он бы сразу бы и поехали да так но и он реально мертвый моего каждый прикуривали моего сегодня прикуривали два раза да просто короче обалдеть просто обалдеть и он сейчас будет фигачить также абсолютно удивительно что каен мы побили но практически скучно было потрясающее единение все были уверены что все будет порядке и действительно все стало порядке напоминаю вам что это был по низу купленный каен из рубрики понтарецки за 285 тысяч рублей с белыми документами и он по безопасности оказался лучшей машины из тех что были у нас на тесты понятно что справедливости ради заранее было очевидно что да он самый тяжелый самый крепкий он самый лакшери из тех обладающий самым большим количеством пассивной безопасности и активной безопасности единственная машина нашем тесте за эти деньги у которой были боковые шторки которые стрельнули и кстати надо огромное сказать спасибо всем тем без кого бы это не получилось это ребята из скрю который собственно и забирают теперь себе этого каена который вы нашли в мурманске перегнали это пар голова кросс без них техники а ст пар голова в том числе этого все не получилось потому что именно на их территории мы проложили рельсы именно их тракторами мы все это ставим они ставят нам столбы помогают во всем это ребята из автоэлектрик питер мега которые восстановили подушки благодаря которым эта подушка стрельнула иначе она бы не стрельнула да все 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 кто нам помогал на самом деле потому что вот это вот именно консолидация людей благодаря которым это стало возможным и мы доказали странную вещь действительно лучше брать наверное большую тяжелую но при этом правильно спроектированную машину потому что тот же уаз патриот который весил примерно столько же он естественно отреагировал на столб чуть хуже там столб зашел гораздо глубже в бочину там уже все сместила и практически водитель сел на кпп переносили на селектор здесь как бы все в порядке здесь даже ну вы видите что открывается все двери то есть если вот не была сломана ручка пожалуйста вот эта дверь я могу и открыть ну да зазор ушел вот она закрылась я могу снова взять ее открыть и она открывается спокойно и опять же у нее замок не оторвало здесь все на месте порог видите какой целый хотя они уже и ржавый и повторяю что это была машина лежащая на коленях это был самый самый низ рынка выводы очевидны какую понторезку мы бы дальше не разбили я уверен что x5 тот же рейндж ровер q7 поведут себя абсолютно также это все машины это поколение начала середины двухтысячных они все уже проектировались по совершенно другим алгоритмам одна из первых машин которые проектировались так это было audi a8 в 2 кузове с этой своей монококовой ну вернее целик цельной алюминиевой рамой вот этой пространственной да когда кузов был такой цельный сделан это было с 96 если не ошибаюсь если не с 95 даже года и она поведет себя точно так же поэтому следующий на столб у нас едет хит продаж за эти же самые практически 300 тысяч рублей лада веста думаю что недельку через две мы примерно протестируем и это будет опять же извечная битва или ты берешь свеженькую современную машину или некрота которая высосит из тебя все деньги но кто из них сохранит жизнь это самое главное в следующем видео огромное спасибо что смотрели удачи и пока